Ты хочешь выехать из Украины? Не мужик! Такой посыл озвучил в своем интервью Михаил Подоляк. И я считаю, что частично нужно разобраться с этим интервью, потому что оно отвечает на животрепещущий для многих вопрос. А когда разрешат выезд из Украины? Напомню, что Михаил Подоляк это человек, который является советником главы Офиса Президента. И через него, собственно говоря, власть имущие доносят те мысли, которые не может сказать Зеленский. Потому что Зеленскому важен рейтинг, этому человеку рейтинг не важен. И вот давайте посмотрим, что же он наговорил в этом интервью. Давайте жестче между собой разговаривать. Что это означает фраза? Эта фраза означает, что мы с вами разговаривать будем жестче. И дальше он показывает, как он будет жестче разговаривать. Не надо спекуляций. Что означает ограничение прав? Кроме прав людей в Украине есть обязанности? Или нет? Или мы говорим только о правах? Государство должно обеспечить, дать возможность выехать и жить, как человек хочет. Да, в мирное время все дадим. Новое время войны так не ставится вопрос. И я согласен, так не ставится вопрос во время войны. Поставим другой вопрос. А может быть государство до войны должно было сделать то, что он обещает сделать в мирное время? Может быть до войны государство должно выполнить те обязательства, которые оно взяло на себя по конституции Украины? И тогда, если бы государство выполнило эти обязательства, возможно люди с большим пожеланием защищали сейчас страну. Но это вы, вы политики, вы власть имущие, не выполнили те обязательства, которые взяли на себя по конституции Украины. Разве вы обеспечили пенсионерам достаточный уровень жизни в соответствии с конституцией? Нет, не обеспечили. Пенсии вы платите те, на которые прожить невозможно. Разве обеспечили вы каждого человека жильем, как зафиксировано в конституции? Нет, не обеспечили. И есть еще много всяких моментов, которые вы не смогли обеспечить. А теперь вы говорите, ну ты иди сейчас повоюй, а мы потом обеспечим. Потом, в мирное время, ну если доживешь. То есть постановка вопроса просто аморальная. Потому что вы не сделали то, что вы должны были сделать. А теперь вы говорите, воюй. Теперь вы требуетесь человека. И здесь я не хочу сказать, что не нужно защищать Украину. Это обязанность действительно каждого по конституции Украины. Я говорю о том, что не нужно говорить с экранов телевизоров вот таких речей. Потому что это просто жесть. И кроме как возмущения, это ничего вызвать не может. Но давайте посмотрим, что же он говорит дальше по поводу выезда из Украины. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Это означает, что хотят убежать от принятия мужского решения. А они хотят убежать. И это ответ на решение. Кто вы? Да, ну по сути он прямо говорит. Остаться в Украине мужское решение. Хочешь выехать из Украины? Все, ты не мужик. Прекрасное заявление от представителя власти. Именно это хочется услышать. Именно такие заявления, вы знаете, вот они добавляют патриотических чувств. Ты прямо после таких заявлений говоришь, да, вот теперь я точно понял, зачем мне остаться в Украине. А какая классная фраза, вот эта. Хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. То есть вы хотите на человека, который по абсолютно естественным основаниям хочет убежать от войны, вы на него перекладываете ответственность за существование Украины? А вы зачем? Может эти вопросы вы должны были обеспечивать? Может вы должны были что-то делать для того, чтобы вообще этого не произошло? Но вы этого не сделали, как показывает практика. Вы не приложили, наверное, максимум усилий для того, чтобы это не произошло. А теперь ответственность вы хотите переложить на простого человека? И при этом еще говорить, что ты не мужик, если хочешь выехать? Ну это просто жесть, честно. Вот до этого был там некий Данилов, который говорил, что а что вы там за юбки-то прячетесь? Тоже представитель государства. Тоже классные фразы говорил. А есть вопрос. А ваши дети и те дети, которые уже совершеннолетние, они точно остаются в Украине? Они точно могут попасть на передовую? И вы, которые так заявляете, вы можете попасть на передовую? Хорошо вот такие заявления делать, когда ты сидишь в теплом кабинете, и ты прекрасно понимаешь, что туда даже не прилетит. Потому что, как мы видим, никто не обстреливает в реальности те здания, в которых находится правительство. Да, и верхушка власти. Обстреливают те здания, где сидят простые люди. И гибнут простые люди. И хорошо об этом говорить, когда ты понимаешь, что ни ты на нуле не окажешься, ни твои дети не окажутся на нуле. И тогда можно рассказывать о том, что, друзья, вы пойдите повоюйте, а потом в мирное время мы там все, как бы ваши права будем соблюдать. В смысле, потом. Вы сейчас их должны соблюдать. Конституция Украины есть сейчас. И Конституция Украины говорит о том, каким должен быть запрет на выезды из Украины. Да, Конституция позволяет это сделать. Но там говорится о том, что запрет должен быть установлен законом. Законом! На сегодняшний день, спустя год войны, вы не смогли принять закон, которым бы установили этот запрет. Это ваша наспроможность. Это вы не можете сделать то, что написано в Конституции. Но при этом говорите людям о том, что права ваши мы будем соблюдать потом. И еще раз, друзья, я не говорю, что не нужно защищать страну. Я говорю о том, что недопустимы вот такие заявления. Потому что ничего от них, кроме бури, возмущения, вы не получите. Ни одного человека, я более чем уверен, что ни одного человека такое заявление не сподвигнет пойти на службу в армию. Потому что оно может вызвать только отторжение. И вот здесь вопрос, а на кого вы работаете вообще? Да, чего вы хотите добиться этими заявлениями? Повысить желание людей защищать страну? Либо наоборот, его понизить? Что вы вообще делаете? Ну и конечно же, друзья, как мы с вами понимаем, из такого интервью мы однозначно видим позицию государства. В плане разрешения на выезд из Украины. Никто в ближайшее время не планирует разрешить выезд всем мужчинам из Украины. И в этом плане, как бы, на ближайшее время у нас никаких надежд на это нет. Поэтому, друзья, те, кто смотрит мои видео впервые, да, не знают, чем я занимаюсь. Я рассказываю о том, какие у вас есть возможности по выезду из Украины во время военного положения, во время мобилизации в Украине. Нет. Государство, несмотря на то, что ввело определенный запрет, все-таки оставляет окно возможностей, да, оно предусмотрено правилами пересечения госграницы, то окно возможностей, которое позволяет выехать. Смотрите мои видео и вы найдете ответы на вопросы, как выехать из Украины во время военного положения. Какие документы нужны для выезда из Украины во время военного положения. Друзья, прошу меня простить, возможно, я был несколько излишне эмоционален, но кто давно меня смотрит, знает, что я не комментирую обычно высказывания политиков. Но вот это высказывание меня чего-то, не знаю, до глубины души зацепило и, знаете, как поделился, становится несколько легче уже от того, что поделился с вами. Спасибо вам за внимание, друзья. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok